Единственный в Казахстане государственный реабилитационный центр на востоке республики принял уже больше полутора тысяч пациентов. Открытый всего полгода назад, он уже стал одним из признанных лечебных учреждений страны. О самых современных методах восстановления после болезни расскажет наш корреспондент Анна Лисенбердина. Реабилитационный центр в Искаменногорске уникальное лечебное учреждение. Впервые в регионе после больницы пациенты с инфарктами, инсультами и травмами теперь не остаются предоставленными самим себе, а сразу попадают на восстановление. Владимир Лютиков из Ридера оказался здесь после операции на коленях. После больницы привез, я еле на костылях передвигался, сейчас он иду по дорожке. Результат огромный. Пенсионерка Баян Байназарова из Маркоколя еще зимой сломала руку и почти полгода не могла вернуть подвижность сустава. Две недели в реабилитационном центре компенсировали целые месяцы. Теперь она занимается в кабинете трудотерапии. Здесь пациенты снова обучаются простым навыкам, которые им будут нужны после выписки из больницы. Снова учатся резать овощи, закрывать щеколды, собирать мелкие предметы. Особые условия создают и для ветеранов Великой Отечественной. Павел Ященко пришел на процедуру лазеротерапии. Болят суставы. Признается, старые боевые раны напоминают о себе. А здесь знают, как помочь каждому пациенту. Не лечат уколами, а лечат процедурами разного направления. Можешь полечить и суставы, и сердечные заболевания. И это все для человека, для нас. Михаил же решил попробовать полечить свой остеохондроз с помощью новой методики подводного вытяжения позвоночника. Мы делаем эту процедуру для шейно-грудного отдела. Растяжение околопозвоночных тканей, связок. За счет этого уменьшается болевой синдром. Лечение в реабилитационном центре подбирается строго индивидуально. Врачи ищут самые эффективные способы восстановления больных. Основной принцип работы реабилитационного центра – это мультидисциплинарный подход. То есть в восстановительном процессе участвует не один специалист, не один врач, а команда врачей. В состав которой ходят профильные специалисты, такие как кардиолог, невролог, логопед, психолог, социальный работник. То есть это всесторонний подход. Всего в центре сегодня трудится около 120 специалистов. Вместе они возвращают людей к нормальной и полноценной жизни. Без костылей и инвалидных кресел. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, 24КЗ.